Приветствую на канале Cashflow. Сегодня мы разберем акции компании Marriott. Что происходит с компанией? Стоит ли сейчас инвестировать в отельный бизнес? Проанализируем все показатели, а также вы увидите, как я покупаю акции компании Marriott в свой портфель. Немного о компании. Под управлением Marriott International находятся более 7000 отелей и гостиниц. В 131 стране мира в состав компании входят 30 международных брендов. Marriott управляет сетью отелей Ritz, Ritz-Carlton, SC Ritz и многие другие. Вы, в принципе, видите их все на экране. Эти бренды являются активным компанией. Ведь бренды можно продать. К примеру, сейчас обсуждаются покупки французским домом моды Louis Vuitton бренда Tiffany. И вот таких брендов у компании Marriott около 30. В фонде Marriott International миллион номеров. Более, чем у любой другой гостиничной сети в мире. Компания была основана Джоном Мэрриотом в 1927 году. Все началось для стенда с корневым пивом для жителей города. Кстати, корневое пиво – это газированный напиток, обычно изготовленный из коры дерева. В то время был очень популярен в Северной Америке. Со временем такая лавка с пивом выросла до ресторанов и отелей. Первый отель Marriott открылся в 1957 году. Думаю, сильно в историю погружаться не стоит. Давайте перейдем на сайт Finviz и посмотрим список компаний, представляющих сектор отелей. Давайте посмотрим по капитализации. Marriott занимает первое место 29,5 миллиардов долларов на 8 миллиардов меньше у Hilton, который также сильно пострадал. В принципе, тут вся туристическая отрасль сейчас находится на спаде. Да, тут сразу можно посмотреть P&E по всем компаниям в этой отрасли. И на этом сайте мы можем посмотреть сделки инсайдеров. Вот мы видим одни продажи. Свеженькая сделка. Президент группы Америка продал почти 38 тысяч по 110 долларов. Удачно. Акции сейчас стоят 91 доллар. Так, давайте немного финансовой отчетности. Видим, что последний квартал компания отчиталась чуть выше прогноза. По доходам прибыль на акцию 0,26 доллара при прогнозе 0,87. Предыдущие отчеты примерно на одном уровне. Так, давайте к финансовой сводке перейдем. Общий доход из года в год на одном уровне. Валовая прибыль аналогична. Операционные доходы сократились в 2019 году. Чистая прибыль за 2019 год ниже, чем предыдущие годы. То есть компания не растет. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим прогнозы аналитиков на сайте Simple Wall Street. Что ж, аналитики нас предупреждают, что акции сильно волатильные. Давайте посмотрим соотношение цены к прибыли. Здесь 32,7 по компании, по промышленности 18,9, по рынку в целом 16,2. Соотношение роста цены к прибыли по компании 0,8. Это хорошо. Так, будущий рост аналитики оценивают чуть ли не в 43%. Давайте просмотрим прогноз по доходам. Значит, 2020 год. Мы видим доход 5 миллиардов, прибыль почти 1 миллиард. И резкий скачок в 2021 году. Доходы увеличиваются чуть ли не в 3 раза. Прибыль уменьшается. Странный прогноз. Возможно, это на случай окончания пандемии. Наверное, этим летом 2020 года какой-то приток клиентов еще возможен. Но мне кажется, это аналитики поторопились. Скорее всего, к 2022 году стоит нам ожидать такого дохода. Опять же, видим, что прибыль еле-еле растет. 23-й. Доходы увеличиваются. Прибыль немножко увеличивается. Но в основном остается на том же уровне. Будущий прогноз от аналитиков. Прогноз по прибыли на акции. Мы видим провал в 2021 году. Одна акция 0,92. Будущий доход аналитики оценили аж на 151% через 3 года. Достаточно позитивно. А вот, кстати, прошлые доходы. Можем посмотреть и здесь тоже. С 2017 года прибыль и, соответственно, доход и прибыль росли. В 2018 увеличивались. В 2019 тоже. И вот 2020 все сразу идет потихонечку вниз. Возврат на капитал роя, но он здесь вообще нулевой. Обязательства компании Мэрио превышают его активы, поэтому его здесь невозможно посчитать. То есть у компании очень много долгов. Роа на ваших экранах 5,1%. А вот долг. Ну, мы можем посмотреть. С 2017 года долг 8,2 миллиарда, а капитал компании 5,8. И что происходит? Долг остается на таком же уровне, но немножко гасится. Да, капитал у компании чуть ли не в два раза. Ну, полтора точно падает. В 2019 еще падает. И в 2020 году компания может стать банкротом. Но, возможно, правительство США этого не допустит и поможет им. Дивиденды компания уже не платит. То, наверное, здесь закончим. Итак, давайте подытожим. Акции компании Мэриот – это огромный риск. При длительном продолжении пандемии спроса на отеле не будет. И компания может просто обанкротить. Тут важно учитывать все эти риски при принятии решения. Задать себе вопрос, готовы ли вы пойти на такой риск? Готовы ли вы потерять часть капитала? Обязательно нужно учитывать все факторы перед покупкой акций. Что ж, а я рискну небольшой долей денежных средств в своем портфеле и приобрету несколько акций компании Мэриот. Вы видите на экране, как я в приложении ВТБ Инвестиции покупаю 2 акции, а потом еще одну докупаю. И в итоге средняя стоимость одной акции у меня составляет 91 доллар. Планирую продавать в районе 105-110 долларов, а до этого момента буду держать. И это на сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. Не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте, где вы найдете много всего интересного. Всем спасибо.